В эфире телеканала Самара ГИС. При своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Неуправляемые. То, что сфера ЖКХ требует скорой помощи, говорят давно и на всех уровнях. Но вот переход от слов к делу пока не очень заметен. Хотя реанимационные мероприятия коммуналки нужно было начинать еще вчера. Самарская область входит в тройку самых проблемных регионов страны. Это, кстати, еще в декабрьском послании отметил губернатор Меркушкин. Колоссальный износ инженерной инфраструктуры, доходящей до 70%, абсолютная непрозрачность финансовых схем. И здесь, в первую очередь, речь идет об управляющих компаниях, управу на которых сейчас и пытаются найти. Коммунальные беды – главные в списке самых злободненных проблем, которые волнуют россиян. Если верить социологам, они даже инфляцию обогнали. В Самаре более половины опрошенных говорят о том, что управляющие компании работают плохо, третьи вовсе уверяют, что ужасно. И всего 2% поставили предприятиям сферы ЖКХ четверку. И никто не оценил их работу на отлично. Жалобы и обращения фактически игнорируют. Просили убрать, навести порядок в подвалах, где труба ржавеет, все течет. Говорят, сами делайте. О-о-о, разогнать надо всех. Всех разогнать. И новых надо поставить. Иногда выставляют такие счета, что, в общем-то, удивляются, откуда все это берется. Скандалы вокруг управляющих компаний в России, в том числе и в нашем регионе, нередки. Нередки случаи, когда управляющие компании становятся банкротами, хотя граждане платят за оказанные услуги. Нередки случаи, когда гражданам насильственно, либо без их согласия, в общем-то, предлагали поменять управляющие компании. Отчасти получается, что часть граждан, которые, скажем так, делали не совсем осознанный выбор, оказывается ситуация с заложником. Потому что поменять управляющие компании отдельному жильцу фактически невозможно. На мой взгляд, проблема достаточно простая. Пока существует монополия к предоставлению услуг на определенной территории, решить этот вопрос невозможно. Отсутствие конкуренции в этой среде, в прямом смысле этого слова, отсутствие конкуренции порождает некую безусходность. И эта безусходность, в том числе, заставляет людей говорить о том, что это проблема номер один в их жизни. Типичная картина – контейнерная площадка в центре города, больше напоминающая стихийную свалку. И местные жители, равнодушно у нее взирающие. А что еще им остается, уверены горожане, за вывоз мусора они платят исправно, а вот с кого спрашивать, на что потраченные деньги, понятия не имеют. Вы пытались как-то с этим бороться? А с кем? У нас можно с кем-то бороться. Не знаю. Ну, например, пожалуйста, управляющую компанию, которая должна все это убирать. Да нет. Нет, мы просто молча ходим, ругаемся. У нас грязанской сознательности просто в обществе никакой нет, поэтому мы не понимаем, наверное, куда нужно обращаться. И, как бы, наверное, даже не понимаем, что, а ведь можно пойти куда-то и пожаловаться. И все у нас терпят потихоньку. Ну, грязно, ну да, вот так и живем потихоньку. В общем, жуть. А про социологов, кстати, говорят о том, что 91% респондентов даже не участвовал в выборах своей управляющей компании. Я даже не знаю этой компании. И кто там обслуживает чего, не в курсе. Ну, вы не знаете, потому что хорошо обслуживает или просто не хотите узнавать? Не хочу узнавать, честно говоря. Обслуживать все равно плохо и лучше не будет. Это я знаю точно. А судиться с ними пробовали? У нас сил нет для этого. Мы маломощные. Это тот судится, у кого там карманы большие, те судятся. А нам что судить? Судиться одному человеку с компанией, я думаю, это неправильно. То есть с компанией должна судиться соответствующая компания. Или, допустим, если я буду нанимать какого-то адвоката, то есть человека, который в этом специалисте. Через суд это долго, это дрязги, время. Если кто-то хочет сказать, что бардак в стране, то я скажу так, бардак у вас в головах. Потому что вы не хотите ничего делать сами. Главное оружие военного пенсионера Павла Куркина последние три года – это ручка и бумага. Выиграв уже четыре суда у своей управляющей компании, он доказал – один в поле тоже воин. Вот копия решения суда, то есть от 12 октября, по которому был произведен возврат денежных средств. Пусть сумма небольшая, но дело принципа. Вот здесь есть другие квитанции, по которым выставлялись незаконно платежи и говорили, что я их должен оплачивать. Более того, я вам даю пакет документов, для того, чтобы никто вам не сказал, что это клевета. Судебные бои начались сразу же после новоселья. Павел Куркин отказался платить за отопление балкона и лоджии, где нет батарей, и Фемида его поддержала. Условно, умножьте, в моем доме 129 квартир. Незаконно выставленный платеж почти 2,5 тысячи. Я округляю для удобства подсчета. Сколько незаконно с людей собрали деньги? Вы можете примерно найти этот вопрос? Эта сумма около 300 тысяч. Вопрос, куда их направили? Но дело не в деньгах. Дело в том, что я не хочу быть за собственные деньги дураком. Дальше больше. В своей квитанции мужчина обнаружил статью расходов с многообещающим названием «прочие» и доказал суде, что не обязан платить непонятно за что. С тех пор его не только стали бояться местные коммунальщики, но и, как ни странно, стороной обходить соседей. Получается, что вы единственный в этом доме обладатель такой вот счастливой квитанции. Все остальные люди-то платят. Да, да, все платят, кроме меня. Все говорят, даже сказали так. Мы готовы за тебя платить, только молчи. А почему я не могу понять? А потому что это удобно, то есть как бы быть таким, как все. Я не хочу быть серой массой. Я личность, я человек. Оказывается, белые вороны еще существуют. В природе это большая редкость, но, по счастью, у нас есть. По счастью, у вас есть. Да, да. Он в любом случае, знаете как, ходит в суде с одними и теми же. Глобально снять напряжение с вопроса качества услуг на самом деле судебными исками не получается. Областная жилищная инспекция, которую недавние законодательные поправки наделили практически прокурорскими полномочиями, отчитал. За 2012 год в губернии было выявлено почти 30 тысяч нарушений технической эксплуатации и ремонта жилого фонда. Это самый высокий показатель ПФО. К тому же регион вошел в тройку лидеров вместе с Москвой и Московской области по сумме штрафов, наложенных на коммунальный бизнес. Свыше 52 миллионов рублей. Любой подвал любого дома, они просто не влезают вообще ни в какие нормативы, ни в нормы, ни даже в какое-то понимание того, как должно существовать. За этим просто никто не следит. Та вонь, которая стоит на первых этажах, это касается хрущевок, это касается девятиэтажек, она не лезет ни в какие ворота. Это, понимаете, это вопреки тем или иным нормам, за которыми должна следить ценностанция. Это потому что подтопление происходит, потому что за теми сетями, которые находятся внутри дома, из-за которой ответственна исключительно управляющая компания, да, больше никто здесь не виноват. У нас есть постановление главы города еще 2008 года, да, в котором установлено, что 50-метровая зона примыкания к любому зданию относится к управляющей компании. Ну так следите. Впрочем, некоторые эксперты убеждены, что совсем скоро коммунальные конторы встанут перед выбором или работать эффективно, или уходить с рынка. С 1 июля именно управляющая компания из своего кармана заплатит за сверхнормативное потребление услуг по общедомовым нуждам. Сейчас суммы делятся на всех жителей дома и добросовестные потребители. Раскошеливаются из-за себя, из-за того парня, что живет без прописки, из-за утечки в подвале. Через полтора месяца вместе с водой в подвале будут утекать и деньги со счетов коммунальщиков. Где-то воровство идет, незаконная врезка, да. Раньше свой слесарь же приходил и врезал кому-то воду незаконно. Теперь, извините, отслеживать они уже будут. И то же воровство, и те же подключения, и те же прорывы в том же подвале. Это тоже невыгодно будет управляющей компанией, потому что за все теперь она будет платить. Почему такое в домах ТСЖ происходит? Да потому что там нет утечек, нет потерь. Если в каждом доме так сделать, и в любом доме это будет такая ситуация. То есть, если управляющая компания заинтересована в том, чтобы обслуживать нормально эти дома, она в принципе все сделает, приведет в порядок все системы, и никаких потерь не будет. Нормативы на общедомовые нужды были разработаны еще в прошлом году, пока они не утверждены, и можно только гадать, будет ли от этого толк. Скептики уверены, управляющие компании все же найдут лазейку, чтобы компенсировать свои потери за счет кошельков владельцев квартир. Ну и под занавес продолжение темы, о которой я рассказывала в одной из прошлых передач. Речь о Хрущевке, расположенной по адресу Гагарина 9. Жизнь ее обитателя все больше напоминает злоключение персонажей коммунального триллера с элементами мистики. Коротко напомню, суть проблемы. Вот уже почти 20 лет в этой пятиэтажке люди живут на передовой необъявленной войны. Источник их бед и тревог – вот этот долгострой, прозванный «домом с привидениями», поскольку поймать тех, кто доставляет людям неприятности, еще ни разу не удавалось. Здание, в котором изначально планировали открыть очередной корпус клиник медуниверситета, превратилось в притон для местных бомжей и скучающей молодежи. Последнее развлекается тем, что кидает кирпичи и куски арматуры в окна Хрущевки. Некоторые жильцы пошли на тактический манер, вместо стекол вставили фанера. Ну а кто-то не сдается, и потому периодически уворачивается от кирпичей, а иногда и от пуль. Значит, что они хотят? Ну убьют нас, пожилых людей. Дальше что? Кого судить? Они же как прибежали, разбежались. Там и бомжи, там и хулигане, и бандиты. Боевые действия против бесхозяйственности эти женщины ведут последние 14 лет. За это время отправили более 50 запросов во все инстанции – от начальника полиции до генерального прокурора. Мы с Ромой Ивановной 4 часа на улице ждали милицию однажды. Они меня уже по голосу узнают. А, Гагарина 9? Я слышу между ними разговор. Да сколько можно туда ездить? Мы из дома боимся выйти? Мы дома боимся сидеть? Это что такое? Знаете, единственная надежда все-таки на вашу программу. Я ее очень ценю, часто смотрю. Понимаете, потому что мы должны получить ответ. Наконец-то что-то буду делать. Ответ на этот вопрос пришел из управления судебного департамента. Как мне удалось выяснить, именно этому ведомству Самарский медуниверситет передал на баланс заброшенный долгостроен Тухачевского. И вот что обещает руководство судебного департамента в официальном письме. Цитата. На сегодняшний день управлением ведется работа по консервации объекта. Планируется изложить кирпичом дверные и оконные проемы первого этажа, отремонтировать ограждение и подпись. Заместитель начальника управления господин Сульдяйкин. Ну что ж, хорошо, если так. Одно смущает и меня, и жителей. Сроки, когда стройку оградят от окружающего мира, не указаны. С тех пор, как получено это письмо и вышла передача в эфир, уже больше месяца прошло. Но пока ничего не сделано. По слухам, правда, приезжала какая-то комиссия, осматривала объект. Но когда жители, наконец, смогут сдохнуть спокойно, непонятно. Надо будет через месяц-другой вновь навестить хрущевку на Гагарина. А на сегодня пока все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова